В Северодонецке подвели итоги конкурса молодых литераторов Луганщины. Лучших выбирали в четырех номинациях – «Серебряный голос», «Поэзия», «Проза», «Фэнтези», «Острое перо», «Публицистика». На церемонии награждения победителей конкурса присутствовала и наша съемочная группа. Более 50 юношей и девушек Луганщины соревновались за звание лучшего молодого литератора. Более 100 произведений оценивало компетентные жюри конкурса. «Удивило меня то, что молодые люди настолько точно и настолько четко и настолько внутренне все события на Востоке воспринимают и пропускают через себя. Причем без всякого нытья, а осознанно, глубоко, ни одной работы не было, чтобы не были описаны вот эти события». Победители определяли в четырех номинациях. Для Анастасии Юник из Тарабельского района победа в номинации «Проза» стала очередным этапом на литературном поприще. «Можливість довести собі або іншим, що я здатна, що я можу і що я недаремно обрала літературу». Северночанка Анталья Курлат вросла в семі професіональних поэтов. Для неї писати стихи – не самоцель. «Поскольку стихи обычно пишутся в минуты сильных эмоциональных потрясений, а в последнее время их как бы много в нашей местности особенно, то вот почему-то именно эти стихи, почему-то им захотелось дать какую-то жизнь». Владимир Кузнецов из Севера Донецка победил в номинации «Фэнтези». Юлия Царикович из Новойдарского района стал лучшим молодым публицистом. Победители получили памятные призы, остальные участники конкурса – грамоты управления молодежи и спорта облгосадминистрации. А все вместе услышали напутствие старших коллег. «Не треба заздрити тем, кто отримал нагороду, порадуйте за товарищей, бо заздрить ни до чего гарного не приводить. Хто отримал перемогу, не треба зупинятися на цьому. Памятайте, що завжди знайдеться той, хто напише краще вас». За организаторами конкурса выступили Луганский областной центр молодежных инициатив и Северодонецкая городская публичная библиотека. Анастасия Волкова, Илья Трофимов, ПОДИИ.